Люди думают, что владеют миром, но любое стихийное бедствие указывает им на их место. Этот посыл и хочет донести в своих работах Александр Мальцев. Самарский художник рассказывает, недаром в Древнем Египте строили гигантские храмы и пирамиды. По его мнению, искусство работало на Бога, вера в которого необходима человеку, ведь с ней он чувствует себя спокойнее. Обществу нужна опора, особенно в непростые времена. Я могу как старый мастер написать, как Рембрандт, например. У меня порой получается, а что с ним делать-то? Кому это надо, в общем-то? Живописто начинает сгибаться, потому что нету темы. Эту тему я как бы неожиданно понял, что либо ты берешь быка за нога, как говорится, и берешься за то, что любой другой испугается. Он нарушает баланс, вторгается в зону комфорта. Но так было не всегда. Ранние работы Мальцева наполнены солнцем и светом. Но потом у художника произошло переосмысление. Он решил вступить в битву с темными силами, чтобы очистить душу и дать победить свету. Я говорю, я смогу это сделать. Это не каждый может. Это надо почувствовать, что надо делать. Никаких красивых, главное, цвет не должно быть в этом отношении какой-то красивый. Вот эта форма, она везде в движении. Ни одного процесса, когда появляется что-то в форме, одна в другую. Нет остановки какой-то. Это почему? Это потому, что хочется выйти из-за предела этого холста, связаться с архитектурой. Работы Александра Мальцева выходят за рамки картины «Мчуждо ограничения». Автор хочет показать яркие, мощные художественные истории. И каждый из них не умещается на одно полотно. Это серия работ. Критики называют его демоноборцем. Я думаю, что все мы обладаем собственными демонами. На которые мы традиционно пытаемся закрывать глаза. А некоторые из нас, на мой взгляд, самые смелые, открывают их, исследуют и находят с ними контакт, чтобы овладеть им. А не они овладели носителем. Александр Мальцев бесспорно один из таких демоноборцев. Вы знаете, меня поразила вибрация. У него на всех картинах вибрирует и вибрирует. И надо вначале прочесть название, отойти подальше и присмотреться. И увидеть то голову, то ноги, то, предположим, какие-то глаза. И только тогда начинать немножко понимать эту картину. Ее надо рассматривать долго. Поэтому я хочу приехать еще раз, рассмотреть. И каждую картину надо понять. Потому что это, видимо, особенный художник. Он, наверное, писал, как у него на дно воспринимает эту планету. Александр Мальцев – художник востребован. И его работы висят в Самарском художественном музее, в Третьяковской галерее, в частных коллекциях за границей. Большинство из них удалось привезти на выставку, которую можно увидеть в галерее «Новое пространство» до 3 сентября. Виктория Шарой, Константин Головин. События.